Так, запишу видео о том, что делают, какие поделки здесь дети сделали на день матери и день отца, и что Паша получил после школы. Короче, вот это был подарок с Машиной, с Машиного класса, с Машиной садика на мамин день. То есть они сделали, как интересно, они додумались взять вот так вот, сделать такие вот отпечатки. Мама меня учитель сделала. Когда учительница Машина придумала, они вместе, вот она поставила тут пальчик и отпечаток пальчика, вот такое вот красивое на память. И написано, что типа это маленькие мои отпечатки пальчиков, которые потом уже станут большими. И вот такая вот открыточка, типа Happy Mother's Day. И тут они там вдумывали, что мама любит, что Маша любит больше всего у мамы и так далее. От Паши я получила, тоже они сами делали. Вот такое вот, тоже так просто, ну как бы настолько оно интересно. Вот они делают такие. Паша в школе, в своем киндергарден сделал. Я потом Маш себе почитаю. Такое вот сердечко. И Паша тоже сделал целую книжку. Вот такую еще сумочку он сделал. Это не все, там целую неделю. То есть получается, неделя перед днем матери, неделя перед днем отца. Вот это они занимаются всякими вот такими вот поделками в тему. То есть вот Happy Mother's Day. My mom, you are beautiful. Так, что там еще, Паша? Портрет мамы вот нарисовал. Что мама любит кушать. Что мама любит... А, что маму раздражает. Что мама... О чем мама знает. О письме. И если бы у нее было одно желание, что бы она сделала, она бы поехала to St. John. Паша почему-то решил, что у меня самое большое желание это поехать на океан. А на день отца вот это от Паши открытка. Они тут тоже рисовали, что они с папой делают шашлыки. Ездят на машине. Вот такую открытку сделали все детки. Вот такой пакетик сделали. Сами это они все наклеивали. Паша делал из глины. Короче говоря, всю неделю перед днем отца вот они занимались из глины вот такую. Это типа, чтобы туда все складывать. И от Маши вот тоже они сделали такой для День Папы вот от Марии. Мария написала свое имя. И там такая красивая. Это моя очередь написала. Да, здесь вот ты писала. Вот это ты написала, да, Мария? Мария. Я же вижу, что ты писала. Вот. А здесь... Это моя очередь. Хорошо. А здесь они сделали, получается, отпечатки рук. То есть мамам отпечатки пальцев, а папам отпечатки рук. И красивый стих. И вот такие вот они придумали тоже. Они делали баночки. Там в этих баночках всякие шутки написаны. Конфетки. И красота. Чтобы типа... My Maria's Dates with Dad. То есть, ну, короче, прикольно придумали. Дальше хочу рассказать о том. Вот у нас тут целая куча всякого... Мам, я душу там сидя. Всякого разного. То есть, тут целую стопку нам отдали всего от Спашиной школы. Вот хочу показать. Во-первых, хочу показать репорт, который им выдают. Этот репорт выдают каждые, ну, несколько месяцев получается. Потому что, по-моему, мы таких три или четыре за год получили. И в этом репорте... Это типа табеля нашего. Здесь расписывается всякое там, как он учился. То есть, допустим, ставятся оценки. И... И расписывается... То есть, не только оценки ставятся. Вот у Паши сначала был единичка, двойка, потом тройка. То есть, сейчас у них все дошло до троек почти все. А четыре это... Самое лучшее от четыре с плюсом. Ну, сказали, что это три это average. Вот. И еще сказали, что это в основном из-за языка. Ну, как бы язык у него уже хороший. И пишут мало того, что ставят оценки, еще и пишут от себя. То есть, учительница там пишет. Паша, ты такой молодец. Ля-ля-ля. Такой умница. И вот это все описывается. И потом родители как бы читают и с детьми общаются по этому поводу. Вот. Дальше хочу показать. Это им дарили книжечки. И отдали им их communication bag. И все то, что они делали в течение года. Вот. То есть, очень интересно продумано, что деткам дают вот такие memory book обо всем. То есть, они тут о себе обучители. Там тут надо наклеить. Что они тут делали и так далее. Потом отдают все вот, что они проходили по каждому предмету. Все книжки. И здесь очень много всего. То есть, во-первых, можно посмотреть, вспомнить, что они делали. Во-первых, посмотреть, что они делали в школе. Потому что мы особо и не знали. Ну, а во-вторых, можно повторить в течение лета. То есть, что они тут обводили. Что они учили. Вот сколько всего по каждому предмету. Все это отдается домой, на память. Все. Вот что мне очень нравится в школе. Это то, что все идет в виде игры. Вся учеба идет в виде разных игр. Вот они ищут буковки, которые пропущены и так далее. Ну, наверное, сейчас во всех садиках делают все в виде игры. Вот тут надо было кубик кидать и писать слово. Мы тоже играли дома в такие игры. Здесь они тоже рисовали, какую-то на определенную букву и писали. Это все по литераси. Вот математика у них что-то они делали. Писали чего, клеили. То есть, целый день сразу видно, что не зря. Не просто так они ходили в школу. Вот. И фотографии все отдали. Вот это мне очень нравится. Сейчас я расскажу, наверное, покажу. Какие-то тут поделочки. Про другие какие-то предметы. Потому что что-то математики тут совсем мало. Я, если честно, полностью и сама еще не просмотрела здесь все. Но вот это вот то, что они делали на выходных. То есть, рассказывает. Паша писал, что... I went camping. Куча рисунков всяких. У нас Паша не особо такой художник. Но не важно. Вот. Свою семью. Все. Они тут куча всего рисовали, рисовали. Короче, много это все Пашины, получается, картинки. А что тут у нас? Какой-то тоже эксессоризбук. Тут особо немного. Вот еще математика. Там было, наверное, мало, потому что это было в виде все игры в основном. Вот они считали. То есть, нужно там у них всякие разные задания. Типа, здесь вот три... Какое-то было, значит, задание, что они так наклеили. Еще у нас тоже была игра, что надо было разделить. То есть, десятку надо было сбоку с одной стороны, там, сколько-то. И с другой столько-то, чтобы получилось десять. То есть, все-все у них происходит в виде игры. Не просто вот они сидят, пишут там или читают. Да, есть вот и такие задания, но очень много, очень много игр. Что мне очень нравится. Короче, много тут всякого такого. Вот они считали, надо было наклеить, сколько там чего. Тут просто разукрашивали. Тут опять-таки было... Нужно было написать или найти какие-то цифры. Ну, короче говоря, все-все. Вот очень-очень много всего. Тут, наверное, я не знаю, даже если они ходили 200 дней в школу. Тут, наверное, на каждый день они явно что-то такое интересное делали. Очень мне понравилось... А, сейчас еще расскажу. Вот эта работа над письмом. Тут, наверное, особо ничего и нету. Потому что письма у них обычно и не было. Вот, то есть, тут еще какие-то... Вот они писюльки писали, буковки. Я такие буковки тоже. Ты тоже писала? Вон, Маша мне тут помогает. Тут они тоже читали предложения. Причем учительница специально писала предложения о них. Вот, например, про Пашу. Чтобы им было интересно читать. Им действительно было интересно читать. Это мы вот играли с Пашей в игру. То есть, надо было, сколько выпадет, такое слово назвать и разукрасить. То есть, все в виде игры. Все очень интересно. Это они читали книжки дома. Тут вот целый список каких книжек. Паша сам писал, какие книжки он читал. А я расписывалась и даты ставила. То есть, какие он уже прочитал книжки, а какие нет. Короче, много тут. Так, потом еще writing folder. Здесь все-таки что-то о writing. Да, короче говоря, здесь вот тоже они писали. Они делали много картинок, рисовали. И потом подписывали, что они делали. Вот на March Break. Но тут тяжело понять, что Паша у нас написал. Но ничего. Короче говоря, что есть, то есть. И вот это мне очень нравится книжка. Это прям все-все здесь собрано. С такими приятными стихами, с приятными словами. Пашин первый день в школе. Вот my first day in kindergarten. Что он рисовал, что он делал, где они были, друзья. Первый рисунок, который он нарисовал. Это все готовит учитель. Учитель готовит вот такие книжки для каждого ребенка. Как они ездили, яблоки собирали. Вот фотографии. То есть, на память ребенку вот такие вот воспоминания. Это вообще очень классно. Мне кажется, не сравнить ни с какими подарками. То, что именно вот куча-куча воспоминаний. Много фотографий. Сейчас покажу дальше. Много фотографий его. Много фотографий его друзей. Вот он очень переживал, что он будет по всем скучать. Вот его рука они там делали. Что они на Thanksgiving делали. Тоже там рисовали всяких чудиков. Вот индюшку. А это был этот самый. Хэллоуин. Тут на Хэллоуин, что они тут писали. Ставил свои ножки. Что тут? Тоже какое-то страшилище. Еще монстр. Вот и тут пишет, что у них там идет упор на то, чтобы они делились, были заботливыми, были честными. И вот они тут отмечают, как бы было у Паши такое или нет. Тоже тут про Хэллоуин. И тут, по-моему, тоже много всего. А, здесь это был, боже, какой же это Сент-Патрикс-Дей. Вот потом они тут рисовали новогодние уже рисунки. Это мы с ним готовили. Тут Пха порисовал Снегурочку. И мы расписывали, как мы празднуем Новый год. И Паша рассказывал деткам, как в Украине празднуют. Вот это он со своим другом. Это вот новогодние фотографии. Это Санта-Клаус. Паша рисовал Дед Мороз, Красный Нос. Так, 2018. Сейчас у меня сядет батарейка. Короче, вот фотографии, фотографии много. Как они ездили на Кото. Как они просто веселились на снегу. Много-много всего. Кем бы он был. Да, все про Пашу. Вот опять он со своим другом. Он очень любит этого мальчика Джо. Действительно, друзья. Вот, так что Паша теперь не будет скучать. Джо, да. Вот как они Дейсто. Вот они делали такие шапки себе. Со ста билетиками. Каждый себе рисовал. Вот они тут сто. Жвачек. Понарошку считали. Это они куда-то ходили. А, чайнис Калча у них было. Пьют китайский чай. И рисунок он такой нарисовал. Красивый. В китайском стиле. И здесь уже Истер у них. Банни-портрет. Сейчас. Дальше. Что у них? Вот тут на день рождения Паша. Такое фотографировали. Это они как землю могут защитить. И каждый писал. Это просто lots of smiles. Тут опять с друзьями. И вот с друзьями. Короче говоря, вот такие книжки. Учительница приготовила каждому ребенку. Это, конечно, будет супер-классное. Самый замечательный подарок и самые замечательные воспоминания. Вот они тут писали все имена. То есть это все детки. Я вижу разные почерки. Писали свои имена. Тут они куда-то ездили. А, это вообще в школе ходили, катались. И все. Zoom 2018. Все. Тут тоже учительница написала. Хорошие слова. Тут тоже типа хорошие слова. Вот такие вот книжки. Такие вот. Куча всего. Павлик принес со школы. И у него есть летом теперь чем заняться. И просто хотела показать, насколько вот классно. Сколько они всего интересного делают в школе. Насколько классную вот книжку им подарили. Вот это, я думаю, самые лучшие воспоминания будут о школе. То есть он, я думаю, будет любить эту книжку рисовать. И сколько тут всего. Вот так вот учатся в школах тут в Канаде в киндергарден.